Всем привет, добро снова пожаловать на новый канал. Сегодня по случаю появления Анастасии Беверли Хиллз в Тифоре в России, я решила записать вам большой обзор на этот бренд, рассказать о своих любимых продуктах, предупредить вас о своих каких-то разочарованиях. У меня очень много косметики этого бренда, у меня есть фактически, наверное, продукты из каждой ее, как бы сказать, под секции. Мы с вами рассмотрим и палетки, жидкие помады, твердые помадки, блески для губ, для бровей продукты, румяна, хайлайтеры, жидкие, твердые. В общем-то, у меня максимальное просто количество продуктов, я расскажу о своих любимицах, расскажу какие-то нюансы, которые есть, порекомендую, и надеюсь, что это поможет вам как-то выбрось. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, чтобы не потеряться, и давайте начнем. Начну я, наверное, с продуктов для глаз, это палетки, у меня их четыре, и я расскажу о каждой из них вкратце, я не буду делать свотчи, но я буду вставлять свотчи, которые предлагает сайт, и также я на многие продукты, точнее на многие, у меня на несколько палеток есть живых обзоров, именно конкретно на целую палетку, целое видео я снимала, вы сможете найти ссылочки внизу. И да, начнем мы с палетки, начнем, наверное, с самой первой палетки, которая была выпущена, которая, точнее, появилась у меня, это Modern Renaissance, мне ее всегда стыдно показывать, потому что видно, насколько она мной любима, я считаю, что это универсальная, прекрасная палетка, которая понравится и подойдет абсолютно всем. Здесь у нас представлены и теплые, и более холодные оттенки, видно, насколько она мной любима, сейчас вы здесь увидите где-нибудь картинку со свотчами, чтобы понимать, о чем она. Это максимально нейтральная палетка, которую вы можете купить, и которая будет вам вашим лучшим другом, универсалом, если вы не любите какие-то яркие оттенки с ними, вы сможете создать какой-то более дневной макияж, вечерний макияж. У меня, видно, многие оттенки уже позаканчивались, закончился здесь, здесь, многие заканчиваются вот здесь, до сих пор рука тянется у меня к ней, я уже, ну, на самом деле, наверное, больше года, даже, наверное, если честно, уже два. Прекрасная просто палетка, многих подруг на нее подсадила, и опять же, если это ваша цветовая гамма, очень рекомендую обратить внимание на нее, так как эта палетка просто классика. По текстуре у меня никогда не было проблем особо с тенями Анастасии Берли-Хиллз, для меня это лучшая формула на рынке. Следующая палетка, которая у меня есть, на мой взгляд, это абсолютно недооцененная палетка, к сожалению, очень вижу мало людей, которые говорят о ней, и это палетка призм. Она вышла следом за палеткой Subculture, которая провалилась, которая не растушевлась, имела огромное количество высыпаний, мне кажется, в связи с плохой тенью после Subculture, на нее было очень мало внимания, что абсолютно незаслуженно, потому что палетка сама по себе очень интересная. Выглядит она вот так, эта палетка не та, которую вы покупаете, как единственную, которую вы будете использовать каждый день, это, конечно, не она. Эта палетка станет прекрасным дополнением, если вы хотите как-то разнообразить свои вечерние макияжи, либо добавить каких-то ярких красок, здесь очень красивые дуохромы, которые у Анастасии я почему-то больше не встречала. Палетка меня это очень радует, мне очень нравятся здесь бронзовые оттенки, которые отлично плывут на лето, здесь у нас есть ярко-желтый, который не такой пигментирован, но хорошо ложится на белый консилер, если вы добавите, например, его в уголки, вы сможете сделать это модный макияж, который сейчас делают с яркими акцентами на глаза в центр. В общем-то, прекрасная палетка, очень красиво, это синий и зеленый, они шиммерные, их неудобно наносить кистью, потому что они сильно осыпаются, но они прекрасно наносятся пальцами, я не имею никаких проблем с тем, чтобы наносить они пальцами, в общем-то. И да, эту палетку я рекомендую, я считаю, что она отличная, я не понимаю, почему к ней было так мало внимания, но она просто замечательная и тоже одна из моих любимец. Следующая палетка, это тоже несравненная классика, это Soft Glam, и да, я ее тоже очень-очень люблю, у меня все, вообще, на самом деле, у меня все палетки Анастасия, это палетки, которыми я пользуюсь просто почти 7 дней в неделю. Самая классическая палетка, у меня на нее есть отдельный обзор, ссылку я оставлю внизу, обзор, кстати, так себе, мне из него немножко стыдно, но переснимать уже, наверное, поздно и не актуально. Но там, да, там я делала сводч, я про нее рассказывала более подробно, это такая же палетка, считайте, как и Modern Renaissance, я имею в виду, что это точно такая же классика, если вы ищете палетку, которая сможет вам служить верой и правдой, если вы не хотите покупать кучу теней, но вы хотите купить, например, одну палетку, которая вам принесет радость и в дневные какие-то офисные ситуации, и вечерние макияжи, это она, здесь красивейшие шиммеры, северные такие золотые шиммеры, просто вот ярко-ярко сияющие, здесь вот эти красивые бронзовые, очень красиво все смотрятся, красный, черный, черный, я очень люблю это использовать для того, чтобы делалась в смоке стрелочку у себя на глазах, в общем, эта палетка, как и Modern Renaissance, я считаю абсолютно классикой, и она заслуживает внимания, заслуживает тех денег, которые она стоит. Также у меня есть видео на эту палетку, где я сравнивала ее с подделкой с Алиэкспресс, ссылку на это видео я также оставлю внизу, и вы сможете там это все посмотреть, и, в общем-то, узнать мое мнение на этот счет более подробно. И последняя палетка, которая у меня есть на глаз, это палетка Riviera, она вышла не так давно, если не ошибаюсь, ходила она, по-моему, весной, на 8 марта. Выглядит она вот так, это также не основная ваша палетка, палетка, которая, скорее всего, идет дополнением в вашу коллекцию, например, чтобы разнообразить как-то ваши летние макияжи. Здесь также есть красивые дуохромы, вот этот золотой неплохой, шиммеры, в общем-то, в принципе, неплохие, но почему-то меня к нему особо не тянет, мне очень нравится вот этот бронзовый шиммер, он роскошно просто смотрится на загорелой кожи, в принципе, можно создать какие-то дневные макияжи, но все-таки это не основная палетка. Если вы ищете что-то более универсальное, смотрите в сторону Modern Renaissance, либо Soft Clare, если вы хотите сделать что-то яркое, эти отличные розовые, красивые, яркие, фиолетовые, у меня тоже не было никаких проблем с тушевкой, знаю, некоторые на фиолетовые грешили, у меня с фиолетовым не было вообще никаких проблем. Палетку люблю, часто очень ее использую на сетах, достаю сама периодически, в общем-то, хорошая летняя палеточка, на которую стоит обратить внимание. Следующий продукт, который также очень популярный, это их палетки хайлайтеров, у меня их две. Первая, это называется у меня просто Sun Deep Glow Kit, и вторая, это знаменитая Moon Child. Начну я, наверное, с классической этой Sun Deep, здесь у нас 4 оттенка, здесь у нас нет зеркала, палетка достаточно громоздкая, мне не очень нравится ее оформление за счет этого. Один оттенок у меня выпал и разбился, что на самом деле мне не очень понравилось, почему он выпал, потому что они здесь на магните, я не поняла, то ли оно само размагнитилось, то ли что с ним случилось, почему-то оно перестало манититься и просто как-то выпало у меня на младенок, когда-то умолайн, я немножко добавлю себе на щечки, мне нравится, что у него такой розоватый оттенок, и вот это действительно хайлайтер, который у вас вот ослепят. Они хорошо смотрятся на глаза, они не подчеркивают текстуру, но именно нужно быть очень аккуратным в обращении, и я не думаю, что я буду повторять конкретно эту палетку, я не могу отнести ее прямо к большим разочарованиям, но это точно не большой выигрыш для меня. И следующая палетка Moon Child, и эту палетку, если честно, я очень люблю, она очень интересная, у нас здесь идут оттенки фиолетовые, розовые, синие, она вышла на заре слава вот этих всех голографических макияжей, единорогов, мне кажется, оттуда все в принципе это и пошло, и я ее видела, мне ее очень хотелось, она стоила 42 доллара, я очень-очень долго жалела, и потом все-таки схватила ее на скидки, долго пользовалась, не могла ли я не нарадоваться. Я здесь опять же вставлю картиночку со сводчами, но хочу сказать, вот этот розовый оттенок, который видно, что здесь уже большой пен, он безумно красивый, он светлый, имеет легкий розовый такой шрифт, видите, он просто потрясающий. Покупала, когда я палетку, я очень хотела какой-то хайлайт, напоминающий вот этот оттенок по Purple Horshue, он фиолетово-синий, но, к сожалению, я много не пользуюсь, иногда использую как тени, потому что он все-таки такой слишком синий-фиолетовый, но это отличная палетка, палетку я вам рекомендую. Также есть палетка Aurora, она очень похожа на эту, в ней немножко другие оттенки, но все-таки, мне кажется, мучайл, она немножко поинтереснее, и в ней больше дохромов, чем в палетке Aurora. И отсюда же мы с вами приезжаем к жидкому хайлайтеру, у меня есть один жидкий хайлайтер, который также находится в моем ките, он для более темного оттенка кожи, это вот такой вот Liquid Glow, у меня в оттенке Oyster, и, к сожалению, для меня это продукт промах. У него вообще очень интересный такой, он, кстати, да, во-первых, он тоже очень слепящий, персиковый оттенок, у него есть немножко розово-золотой шифт, как бы так он смотрится на самом деле очень красиво, он очень хорошо смотрится на плечиках, но на коже сначала умножится прекрасно, но со временем, буквально спустя, наверное, минут 20-30, он впитывается, высыхает, и начинает подчеркивать эту штуру кожи, выделяет какие-то шелушинки, и становится, пропадает вот это у него влажность золотая, и смотрится все просто как какие-то блестки, и просто он потом проваливается в эти поры, эти блесточки, и все смотрится не очень хорошо. Следующий продукт, который мы осудим, это румяна, у меня вот такой, покупала я их в Ките, это называется Пул Патти, здесь у нас Трио, я брала его, потому что это очень универсальные оттенки, здесь у нас идет такой приглушенный, наверное, сливовый, типа Мауф, знаете, Плампт оттенок, розовый, он идет с золотыми блесками, я его редко использую, и стандартный персиковый румяна, мне кажется, это для всех всегда просто идеальный выбор. Румяна эти неплохие, купила бы я себе, нет, потому что я сейчас предпочитаю, наверное, более жесткие, какие-то жидкие текстуры, но если вы визажист, опять же, очень вам рекомендую, потому что очень универсально, у них есть еще, по-моему, 2-3 палетки, сейчас они на скидке, я свою тоже покупала в TG Maxx, если не ошибаюсь, за 9 долларов, за 9 долларов, это отличная находка для визажиста, опять же, 3 оттенка, можно взять еще одну палетку и составить вообще, считайте, все оттенки румян, которые вам могут пригодиться в вашем ките. Не знаю, мне очень тяжело даже сказать, рекомендую, не рекомендую, продукт неплохой, на скидке купить можно за 9 долларов, если вы ищете какой-то Трио, либо хотите купить какие-то румяны, которые будут универсальные, будете иметь разные оттенки, но вообще, наверное, по своей текстуре и по качеству, мне, например, те же маковские румяны нравятся все-таки больше, чем румяны от Анастасии Варвлехилов. И опять же, наверное, на такой не очень хорошей ноте мы продолжим, это контурирующий карандаш, он же тональная основа, Анастасия вышла с огромным количеством разных оттенок тональных основ в карандаше, у них нет жидких тональных основ, и я купила вот этот оттенок, она все-таки называется как тональный крем, но если вы зайдете на сайт, оно лежит в подгруппе контурирования. У меня оттенок Минк, это самый знаменитый оттенок для контура, который был, очень я хотела попробовать эти контурирующие палетки, но что-то вот я никак не доберусь, у меня никогда не закончится мейк от конди, и, в общем-то, я увидела вот этот, он был на большой скидке, оттенок сам неплохой. Сейчас я вам покажу где-нибудь, 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 вот здесь. Для контуринга, когда вы его растушевали бы, если бы он был хороший, то смотрелся бы он прекрасно, но он очень плохо растушевывается, он растушевывается какими-то пятнами, превращается в какую-то невозможную грязюку, даже вот так вот, видите, я его вроде пытаюсь ровно растереть, и он получается какими-то плямами, где-то темнее, где-то светлее. Я пыталась его работать с кистью, я пыталась работать бьютио-блендером, я пыталась загревать его сначала на палетке, потом наносить на лицо. К сожалению, этот всегда один, всегда ложится все пятнами, всегда смотрится как грязь, то есть вы здесь видите, все тональные основы в карандаше я вам не рекомендую. Ну и сейчас я предлагаю, наверное, вернуться к чему-то очень хорошему и положительному. Это продукты для бровей, это их знаменитые помады, у меня их здесь целых четыре, потому что я использую их в свои китах, я использую их на клиентах. Ничего лучше для бровей вы не найдете, с ним немножко нужно, наверное, наловчиться работать, то есть если вы никогда вообще не рисовали себе брови даже карандашом, с помадой вам сразу будет справиться, наверное, не очень просто. Но если у вас есть какой-то минимальный опыт, либо вы готовы чуть-чуть потренироваться, я уверяю, этот продукт изменит вашу жизнь. Во-первых, пусть он не заявлен к водостойке, поверьте мне, ваши брови будут на вашем лице после километров заплывов, трех ночей танцев, и вообще он никуда не денется. Оно не сползает ни от жары, ни от пота, ни при каких обстоятельствах, он не меняет цвет, не выцветает. И можно рисовать тоненько за счет этого. Знаете, она помада, она просто идеальна. Вот не могу подобрать слов, идеальный-идеальный продукт. У меня продукт есть в четырех оттенках для блондинок. У меня есть оттенок Tau, опять же, где-нибудь ссылка, картинка со всеми свочами будет здесь. Идеальный цвет, он такой, знаете, нейтральный, подойдет блондиночкам, на блондинках смотрится потрясающе, вообще отлично. Также у меня есть оттенок Medium Brown, это такое более натурально. Я не могу сказать, что он, кстати, очень светлый, я даже сказала, что он не очень подойдет к каким-то шатенкам, он скорее в сторону больше брюнеток, но его можно, опять же, замешать с тем шталпом и получить оттенок посветлее. У меня есть оттенок Dark Brown, этот цвет, которым я пользуюсь сама. И также у меня есть оттенок Шоколад, который я покупала для более таких темных, но теплых девочек. Тоже, ну вот это еще, кстати, да, ни разу не пробовала. Я считаю, что это лучший продукт, я в них абсолютно уверена, я знаю, что они меня не подведут. И очень свет обратить вам на это внимание. И другой продукт для бровей, которым есть, он также очень знаменитый, это и Броуиск Карендаш для бровей. Если вы рисуете брови карандашом, это отличная покупка, в принципе. Здесь у нас очень тоненький этот стержень, он помогает нам прорисовать ваши бровки просто максимально тонко и натурально. У меня оттенок Medium Brown. Единственное, что у меня здесь сломалась, вот эта вот расчесочка с пулечкой, куда-то выпала и утеряла, что меня расстраивает. Но вообще, в принципе, этот продукт хороший, мне он нравится больше, чем бенефитовские карандаши для бровей. Он отлично держится, им легко рисовать. Но лично я предпочитаю помадные текстуры, поэтому для меня все-таки помада больший выигрыш. Но если вы любите карандаши для бровей, я их рекомендую. И вот мы с вами подошли к продуктам для гук. У меня для гук есть для вас и сухая помада, есть и блески, и есть жирная помада. Я начну, наверное, с обычной сухой помадой, потому что она у меня только одна, этот оттенок Dead Roses. И мне она очень нравится. Мне, смотрите, что она такая покоцанная, потому что помаду я, само собой, не использую прямо из тюбика. Я их срезаю на палетку и оттуда наношу, поэтому у меня все помады скидовские, выглядят так некрасиво. Но оттенок этот очень-очень красивый. Он у нас такой розовый, немножко уходящий, в серо-слевое. Единственное, что помадка эта немножко сушит. Помады MAC мне нравятся немножко больше по своей формуле. Эту помаду я покупала на скидке в маршрусе за 8 долларов. 8 долларов с удовольствием купила бы еще. За полную цену 20 я бы ее не брала. Так что, да, как я уже сказала, она для меня суховата. Она подчеркивает все ваши складочки и неровности. По стойкости она, в принципе, неплохая. Но мне не нравится вот этот вот момент сухости. Поэтому, да. И следующее это жидкие помады. Жидкие помады, Анастасия, Бавлихилсия. Очень-очень люблю. У меня их всего 5. Одна моя самая любимая в оттенке Pure Hollywood. Здесь будет где-нибудь swatch. Вы ее видели наверняка 100 раз у меня на канале. Я не смогла ее найти. Я не знаю, куда она делась. Ее забрала барабашка. Я все перерыла. Звала Каховскую Надежду Паловну. Мне кто-то говорит, верни помаду. Помада мне так и не вернулась, в общем. Но расскажу про те, которые есть. У меня есть помада в синем оттенке. Это большой, очень красивый синий металлик. Я использовала как жидкие тени для глаз. В небольшой трюк вы можете все свои жидкие помады использовать как тени для глаз. Они, по крайней мере, если от хорошего бренда, можно особо не бояться. Они достаточно безопасны. Хорошо высыхают. Они очень-очень долго держатся. Если у вас жирные веки, если какое-то летнее мероприятие, либо у вас, опять же, вы визажист, у вас какой-то сет, вам нужен какой-то интересный такой оттенок, чтобы хорошо долго держался и был очень насыщенным. Я очень рекомендую использовать жидкие помады. Мне очень нравится вот этот. У меня есть черная жидкая помада Tifor, которую я использую как растушевать, например, смоки. Следующая помада, которая у меня есть, мне очень нравится оттенок Эштон. Он такой нейтральный коричневый, тоже очень популярный. И выглядит он у нас вот так. У них очень хорошая формула. Я знаю, многие считают, что помады Анастасия и Бевали Хиллс сушат. Я не вижу никакой сухости в них. Для меня это одна из самых комфортных формул. Я очень люблю помады Джеффри Старр. Я люблю Кайфон Ди. Я люблю Анастасию. Для меня это топ-3 жидких помад на рынке. Вообще, я всегда пользуюсь жидкими помадами. Перепробовала много всего и могу за них ручаться. Мне лично эти помады глубиней пересушивают. У меня нет с ними никаких больших проблем. Я считаю, что у них прекрасные оттенки и отличные формулы. Следующая помада это Duster Rose. Вы могли ее видеть у меня в предыдущем видео. Как раз таки девочка у меня спрашивала, что за оттенок. Очень красивый такой Muted Rose. Немножко как бы Мауф очень хорошо смотрится. Опять же на брюнетах она загорела. Даже на благородных. Он смотрится так универсально и хорошо на всех. Это самый культовый их цвет после этого. Мне тоже кажется. Знаете, вот есть такие знаменитости и бренды, которые выпускают какой-то продукт, либо делают какой-то лук, заводят тренд. Если не заводят, то по крайней мере его пропихивают. Я считаю, что это законодательница. Это само собой Ким Кардашьян с ее контурингом. И вот эта волна на нюды пошла после Naked 3. И выпуск как раз Анастасии вот этого Dasty Rose. После этого все просто помешались на этой пыльной розе. И пошла вот это вот сумасшествие. По крайней мере у меня это была, наверное, одна из первых таких нюдовых помад, которые я только вот увидела. Я поняла, что мне она очень нужна. Я ее нашла. Это была моя первая помада Анастасия Берлихилл. И потом пошла, поехала. Сейчас мне нравится Pure Hollywood, потому что он посвятее чуть больше. Но это также прекрасная помада. И дальше у меня есть оттенок Cat Nip. Он очень похож на Dasty Rose, но он более такой розовый-розовый. Они когда высыхают, они становятся немножко более приглушенные. Ну, в общем, да. Вот так вот выглядят мои жидкие помады, которые я хотела вам показать. И следующие. У меня также есть 4 блеска для губ. Блески для губа, у меня есть 2 ярких оттенка. На самом деле ими пользуюсь я очень редко. Они у меня такие. Знаете, я купила их на случай каких-то ярких летних макияжей для клиентов. Блески очень насыщенные. У них очень приятный такой конфетный какой-то запах. И очень сильная пигментация. Единственное, что я считаю, что они немножко липковатые. Но, в принципе, они неплохо держатся. Опять же, если вы ищете блеск для жизни, я, наверное, порекомендую вам посмотреть в сторону Патрика Тайлева. Поэтому град блеска в 2 блеска. Я хотела отдельно сказать, что это 2 блеска. Это очень красивые 2 блеска. У меня оттенок Warm Bronze и Vintage. Вот этот Vintage очень хорошо смотрится на сетевого волоска, в девочках. Он такой яркий, у него приятный розовый оттенок и есть легкий-легкий золотой шип. А это оттенок Warm Bronze. Я его покупала для своих темнокожих девочек. И он смотрится просто роскошно на темных оттенках. У него есть какой-то легкий розоватый шип, который даже трудно уловить так в банке. Но он просто потрясающий. Либо на каких-то сгорелых оттенках. Красота они цвет. Вот, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Я надеюсь, вам видео оказалось полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до скорых встреч!